Дамы и господа, здрасте. Камера, надеюсь, не сильно заляпана. Я ходила делать тест на корону вот здесь, на площади Рабина. Это такая... Как это правильно сказать? То, что на иврите называется масса. Путешествие, что ли? Марш-бросок. Я не знаю, как это правильно перевести. По тестам на корону перед попыткой полететь за границу. Я знаю, у всех полная путаница, и всю систему, которую я сейчас не расскажу, кто-то скажет, на самом деле иначе надо делать. Поэтому я только расскажу, как я хочу это сделать, и надеюсь, что у меня так сработает. Когда ты покупаешь билет, ты должен сделать в аэропорту тест на корону. Если он отрицательный, летишь. Если не отрицательный, соответственно, делаешь страховку заранее, и билет твой отменяется. Сделать это можно за 72 часа, и только когда уже купил билет. Я сказала, сначала мы сделаем все тесты здесь. Если они будут в порядке, тогда мы купим билет, застрахуем их, и будем продвигаться дальше. Вот. Куда мы летим? Хороший вопрос. Не знаю. Посмотрим, куда будут пускать. Не знаю. Я знаю, что это будет в ближайшее время, если все тесты пройдут нормально. Если вы видите это видео, значит, я уже улетела. А если нет, вы просто его не увидите, потому что рассказывать будет ни о чем. Ни о чем. Вот. Поэтому сделаем, все будет нормально. Кубни билеты сделаем там, продвинемся дальше. И съездим куда там. Вот такой вот план. Потому что я смотрю, что касательно этой ситуации ничего не меняется. Полтора года сидим, и будем сидеть еще дольше, и дольше, и дольше. И если не научиться взаимодействовать с ситуацией так, как она есть, и жить в ее рамках, жизнь остановлена и так, и будет остановлена. Я не знаю, еще на какое количество лет. Поэтому, вау. Мне недавно кто-то написал в комментарии, ой, наконец, хорошо вышла на улицу. Вы знаете, когда на улице 33-35, влажность, я не знаю, 85%, мало есть желания разгуливать по улице. Вы скажете, ты в рубашке, надо же ходить голая. Рубашка абсолютно. Я ее назову голая рубашка. Она защищает только от солнца. И каждый раз, когда я в ней, мне все время стыдно, потому что у меня чувство, что я иду по улице голая. Но, как видите, я совершенно одетая. А чувство, что ты голая. Вот она просто неощущаемая на теле. Это, кстати, та же самая марка. Это Ниле. Ниле Лотан, которая... Мужаке, помните, из последнего видео защитное? Сейчас иду купить воды. И что-то можно перекусить. Значит, у меня тут небольшой перекус под музыку. И еще вот такие вот замечательные итальянские. И мое любимое варенье из томатов. Из помидор к шерри. Для меня вот это вместе, это просто гениально. Обожаю. Это чуть-чуть соленое, а это сладкое. И с помидорами. В общем, очень странно. Но супер тут. Вон там, видите, в долине делай павильоны. Вон там у нас делают тесты от службы тыла. И год назад я там делала. А здесь раньше были для прививок большие. Сейчас это убрали уже. И там мы делали кресло и прививки. У меня в суше листья салата. Я первая с тобой вижу. Вы их видите? Я думаю, вот это. Прикольно. А у тебя Паттай. Как они называются по-русски? Креветки. Креветки. Вот эти вот с хвостами. Некошерные черти с хвостами. И ростки. Это, да. Это положено. Как же Паттай без ростков. Приятного нам аппетита. В общем, вот такой наряд у меня. Джинсы это израильская марка АТТА. У меня такие две пары синих. Разного немножечко фасона. Сумка, которую вы недавно видели. Ремешок. Мальджи, по-моему, он называется фирмой. Итальянский. Рубашка. Как она называлась? Это Ниле. Ниле Лутан. Вот так. И ботиночки. В стиле мужских. Если вы видите, что майка моя в пятнах, она в пятнах. Я ее побрызгала водой, чтобы она немножечко распрямилась. Потому что она была... Я не знаю, она вроде была нормальная. Но как-то, видимо, она висела. Она с другими вещами немножечко... Знаете, когда вешаешь тишерт, она цепляется за другой. Как-то комкается. В общем, я ее достала, и она... А я хочу именно ее сегодня надеть. Это Битлз. По-моему, это из Марсона Спенсера. Я маме такую купила и себе. В общем, дамы и господа, первую партию тестов... Я сейчас сделала, как раз, реснички красить. На корону мы прошли успешно. Все трое. У всех отрицательный результат. И это значит, что сегодня мы едем в аэропорт делать вторую. В то время, пока мы это все делали, количество стран, куда мы можем поехать без карантина по возвращению. И с ребенком сократилось до одной страны, в которую, я надеюсь, мы успеем выскочить, потому что билеты уже куплены. И это в Венгрии. Это и хорошо, и плохо. Я вам скажу, почему. Потому что я была в Венгрии, мне там не понравилось. Нет, не так. Мне там очень понравилось. Очень красивый центр. Очень великолепно. Все, природа великолепна. Но есть очень много больших минусов, которые мне не понравились. Чуть-чуть отъезжаешь от центра, это уже, знаете, как какая-то... Ну, нет, я, наверное, сравнивала просто с Чехией. Может, что-то с Германией. Но как бы Германия по уровню там, Чехия где-то здесь. А эти еще ниже. У них как будто вот, знаете, Советский Союз распался вчера, и ничего с тех пор не изменилось и не строилось. Что-то вот такое вот какое-то... Все такое унылое. Я говорю, вот это все. И мне не понравилась там еда даже. Я вообще всеядный человек. Мне не понравилось качество еды, которое в легкой доступности, понимаете. Оно какое-то... Ну, мне не понравилось это. Ты не можешь пойти в какой-то торговый центр и съесть там что-то более-менее приличное, потому что оно все было ужасно. Я не знаю. Честно вам скажу, если бы не эта ситуация, я бы туда больше не попала целенаправленно никогда, если бы как-нибудь не заехала из какой-то другой страны. И тогда с машиной у нас были... Я даже про это снимала видео, у меня есть даже вот всякие влоги. С машиной у нас были проблемы, что мы приехали, мы заплатили за машину, за аренду, за все, за все заплатили уже в Израиле, приехали. И потом оказалось, что из всех кредитных карточек, которые у нас есть, у них там большая была тогда, год-четыре назад, проблема с кредитными карточками. Они это уберут, это не берут, и вообще очень мало брали кредитные карты. И оказалось, что мы не можем взять машину, потому что единственная кредитная карта, которую они берут, она... Я не помню, то ли она была заполнена, то ли это была какая-то, знаете, такая запасная, где там не особо было кредита, просто она... Я не помню, что там было, но две основные наши кредитные карты, которые у меня и у мужа, они не брали, потому что они просто мало берут кредитные карточки, специфически одной мы не могли дать залог. И мы остались без машины, конечно, нам в Израиле потом за аренду все деньги вернули. Короче, вот что-то такое, понимаете, какое-то вот наслоение вот этих всех вещей, потому что мы должны были, мы планировали ехать в Австрию на машине, мы ехали на поезде, это все было ужасно, назад мы возвращались, туда ты ехал на поезде красивом, который едет в Австрию, назад ты возвращаешься на старинном румынском поезде, который 70-х годов, знаете, вот такой вот советского времени жуткий этот поезд, тогда, может, он был хороший, но когда он ездит с 60-х, 70-х, я не знаю, каких годов до сих пор, это уже выглядит печально, ты садишься на сиденье, ты чувствуешь, что ты попой сидишь практически на рельсах, и другого поезда не было, и это была трагедия, поэтому хорошо, что я еду туда еще раз, потому что вот это все нагромождение, какой-то неправильной логистики, которую мы не знали, что когда ты живешь просто в определенных условиях, тебе кажется, что во всем мире это уже так, ты не думаешь о том, что эту визу беру, а вот эту визу не беру, а вот должна быть виза не такая вот такая, не оттуда, оттуда, а мастеркарт мы вообще не берем, короче, ты не понимаешь, что есть еще места, где это вот так, и ты вдруг с этим сталкиваешься, для тебя это просто, я помню, я пришла там в магазин Доктор Мартинс, я достаю карточку на оплату, они говорят, мы не берем кредитную карточку, я говорю, я-то я достаю другую, он говорит, нет, вообще не берем, я говорю, как же вы принимаете деньги, все наличными что ли, короче, Для меня это было странно Странно, странно Поэтому хорошо, что вышло так Я надеюсь, что в этот раз все будет приятней И у меня останутся только замечательные воспоминания И все исправится Так что и хорошо, и плохо Остальные страны либо пускают Вы знаете, по-моему, без карантина Без карантина по возврату в Израиль не пускают Некоторые пускают без детей привитых Ну, привитых, опять же, в последние полгода А мы прививались, как вы знаете, одни из первых Прошло уже полгода, поэтому мы должны делать третью прививку Я хочу с ней подождать Я тоже про это рассказывала, потому что мы сделали на антителотест И у нас как бы более чем достаточно И у нас еще такой возраст, что мы не в зоне риска Чтобы вот, да Вот Поэтому у нас в три раза И больше чем надо для того, чтобы быть защищенным Поэтому я сказала Ну, подождем еще пару месяцев Пусть хотя бы, знаете, напряг спадет Пусть привьются те, которым надо привиться И потом уже мы подтянемся Вот, поэтому Если можно куда-то поехать, то без ребенка Несмотря на то, что ребенок уже тоже переболевший Но это тоже было полгода назад И вообще они переболевших не пускают Короче Проблема, проблема Не въехать в Израиль без карантина нельзя Не выехать с ребенком нельзя Может быть без ребенка еще можно С ребенком нельзя Но мы хотим именно с Мерисой поехать Потому что она тоже полтора года сидела И я считаю, это будет мега несправедливо ее оставить И свалить А мы поехали отдыхать А ты продолжай тут Это вот захеревать сидеть дома Это не вариант Совершенно не вариант Поэтому мы едем туда По плану это 10 дней Если все будет нормально То это так будет Сейчас мы потопаем в аэропорт Сделаем тесты После этого приедем домой Запакуем вещи И ту-ту Самолет А, дополнительно Маленький бонус ко всем этим развлечениям В Израиле в аэропортах у нас Забастовка Это даже не забастовка Это акции протеста Там что-то где-то сокращаешь Что-то где-то поджимаешь Ну, короче, я понимаю, что всем фигово Это акции протеста по нашим всем аэропортам Или аэропортам Я не знаю, как правильно Аэропортам, наверное И я не знаю, как это повлияет на нас Но мы будем биться до последнего Я мужу говорю максимум Ты пишешь всем родителям А у нас много тут Кто пилоты Кто вообще работает Ну, это, конечно, шутка Но, я вам скажу Есть такие Пишешь просто в родительские Все наши группы А у нас охват, наверное По Тель-Авиву очень большой Я вас не беру в следующий летний лагерь Если вы срочно не загоняете своих мужей в самолеты И они не поднимают самолет, который летит в Будапешт И не забирают эту семейку, которая все лето отработала с вашими детьми Следующее Лето, Песох, Сукот Неважно, какой праздник Мы ваших детей не берем Поэтому все пошли в самолет Пилоты сели Стюардессы пришли Мы едем отдыхать 400 детей за это лето Нам положен отдых Вы уж извините И, да, я вам уже говорю Сразу начнется Люди прочитают смс Которые сидят Бастуют сразу Я с рук Я первый пилот Я второй Я стюардесса Мы все идем Потому что Забронируйте нашим детям места Потому что Иначе мы не выживем с ними Без вашего лагеря В Песох, Сукот Летом Когда угодно Не выживем Спасите, помогите Это так и есть Потому что Ну, люди Знаете, люди работают А детей надо куда-то девать И хочется деть детей туда Где им будет хорошо А не просто запихать И, окей Я его куда-то сдал Короче говоря Собираемся Собираемся Что-то моя Как-то моя Что-то она Она высыхает И выглядит еще хуже По-моему, надо взять Не ворочить голову Взять отпариватель И ресницы надо накрасить А то уж, понимаете Сделать тест на корону Без накрашенных ресниц Потому что я все остальное Уже накрасила Не видно, наверное Потому что не было Все остальное накрасила А вот ресницы еще нет Без ресниц накрашенных Мне тест на корону Сделать не смогут Не найдут Где мой нос Если я не накрашу ресницы Ладно, дамы и господа Следующее обновление Будет тогда Когда оно будет Расскажу Чем это все Чем эта драма Завершилась Не с майкой С нашей поездкой Как была проверка Не сильно страшно? А, ты хочешь показать наклейки В общем, дамы и господа Мы были в аэропорту Делали второй раз тест И я надеюсь, что он тоже будет в порядке Это уже тест перед вылетом Да, Мерис? Сегодня был последний день лагеря Мы его закончили И сразу побежать Лагеря Это Кайтана Как было бы Кайтана, Мерис? А было бы Кайтане? Кал И Да, мы закончили последний день В четыре И в пять У нас уже была очередь на проверки Нет, все уже не еще Последняя была проверка Последняя И собираем сумки Да, сегодня собираем сумку Сумку И полетим Тикану, тикану Хотела показать вам еще новые очки Мы какой-то Чем видели? И твою татуировку мы видели тоже, да Начинай, Мелисса, возвращаться Говорить по-русски Я понимаю, что после Кайтаны Ты очень это? Давай Красиво Красивая татуировка Тоже там Обалдеть Красивая татуировка Красивая татуировка Круто Какая-то смешная Я тебе так показываю, когда ты ногти грызешь Да-да-да, вот так я тебе показываю Я это не выпью Я это не выпью? Это определенно, что я только не выпью Мама, это легко Реши немножко мясо поесть после тяжелой работы Так, ты доволен? Хорошее было лето, несмотря на то, что оно было тяжелое Есть дети, которых не надо заставлять есть мясо Это хищник И салат пошел Мелисса, удивительный ребенок Мясо, овощи А это страшный зверь Лук Это страшно Это лук Куда? Куда ты его кидаешь? Ничего нет страшнее, чем выкопать в салате лук Лук Чарли, ты пытаешься залезть в чемодан Или тебе достаточно в этот пакет? А тут крысы раскидали корм Они любят покопаться на миске и покидывать корм Чарли пока занял только пакет Как вы видите, по сборам вещей Мы таки получили второй отрицательный результат И да, все круто Мы собираемся в поехку А ты остаешься Я немножко отдохну от твоего лая Гав Давай, старый глухой дед А вот хулиганье Что вы там копаете? Что ты там искал? Что вы выкапываете? В тарелке у себя Что? Я целый день хожу и подметаю то, что вы раскапываете Хулиганы Я выгляжу как привидение Посреди ночи Пол второго ночи Я зарекалась много раз, что я не летаю ночными рейсами Но кто ожидал, что ситуация повернется таким образом Что готова Будешь лететь ночным, дневным Ночным и дневным сразу Через Северный полюс Через что угодно Поэтому мы опять летим ночным рейсом Сейчас спят А я сделала волосы Накрасилась Накрасилась Как бы, ну Я сделала Я всегда летаю с хорошим слоем тона И пудры И крема уложняющего Вниз Потому что иначе В самолете просто лицо Немножечко румяна Никакого бронзера Ничего не делала Потому что Надо будет в маске быть И просто Даже никаких хайлайтеров Ничего На носу Только вот Консилер Вот этот Revlon Revlon Colorstay Добавила Вот в эти части Где проходит маска И обычно стирается Все и на нос Чтобы тоже держалось Более-менее прилично Вот И здесь тоже Ничего немножечко Вот в этих частях Только сделала румяна Ну, чтобы веревочки эти Не стирали И глаза Глаза я всегда в полет крашу Ресницы особенно Пожирнее, посильнее Потому что Когда ты замученный И уставший Единственное, что спасает Всю эту картину Особенно когда ты еще И в маске Это Немного яркости В глазах Но ни в коем случае Я не делаю Знаете, чего-то разноцветного И такого А именно Просто немножечко Какие-нибудь стрелки Небольшие Подвожу веки Немножечко Бронзером, кстати Я сделала И ресницы Вот это то, что Мой вид спасает И делает меня не такой Уставший И замученный Тем более Если это ночной Блин, полет И тушь у меня сегодня Если кому-то Не интересно На верхних ресницах У меня Израильская Это Bold Level Up Израильская От Caroline Зелененькая такая У нее такая Мощная кисточка Она нижняя Как обычно От Мак Есть на нее Ссылка внизу Это Это Мой Мастхэв Я Король Мира Да, Боникации И Другим Собакам Низу Ходить Нельзя Я Оброчу Все Бонни Все Высказал Той Собаке Бонни Какой-то Серьезный Поехали Пока поехали Припарковали машину И поехали В третий терминал Да, завтра мы будем В гостинице Помаши всем рукой Рука занята С Пикачо Беловая Мелита Перекладывает конфеты Припасы Может здесь были Я Две Две штуки духов Прикупила От Мардела Мне? Спасибо Это Арбуз Теперь Сидим Ждем Это что без маски Некультурный Ты человек А? Кофе Уже Допили Кофе Сидим Ждем Нашего Полета Полчаса Осталась Супер Мелиса Смешная Собирает конфеты Они падают Назад Надо Большое Спасибо Вам За внимание Надеюсь Вам Был Интересен Этот Потрясающий Длинный Жудал Проверок Подготовок И всякой Остальной Ерунды Но Сейчас Это Так Все Не забывайте поставить лайк Загрузиться мне в инстаграм Сегодня Терри Инстаграм Увидимся В следующем видео Пока-пока А нам Хорошего полета Субтитры 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 Субтитры